Я рад приветствовать вас, дорогие друзья! Я рад приветствовать каждого, кто присоединился к нам сейчас. Рад приветствовать братья и сестер на другом берегу другого кампуса. Рад приветствовать тебя, если ты просто возле компьютера своего или экрана своего. Садись поудобней, потому что в следующие 40 минут мы вместе будем с вами рассуждать о Слове Божьем. Тема моей сегодняшней проповеди, я назвал ее так, «Избавление не по плану». Приходит избавление, но оно приходит не так, как ты ожидаешь. Оно приходит не по плану. Друзья, я хочу основывать сегодняшние свои рассуждения на книге пророка Аввакума. И хочу сказать, что Аввакум был одним из 12 ветхозаветних пророков. Эта книга небольшая. В Библии всего здесь несколько глав. Три главы написал Аввакум. И в этих трех главах он отличился от других пророков. Потому что человек становится пророком тогда, когда он получает послание от Господа и передает это послание другим людям. Но Аввакум был другой человек. Он, напротив, он не людям пророчествовал. Он не от Бога получал что-то, чтобы он должен был передать людям. А он Богу задавал вопросы. И эти вопросы записал в своей первой главе. Он также получал от Господа слова, которые Бог давал ему. И он тоже записал эти слова. И потом в третьей главе мы встречаем его измененное сердце. Мы читаем о том, что произошло с ним после того, когда он общался с Господом. Друзья, я хочу, чтобы мы открыли вместе с вами Аввакума первую главу. Я буду читать со второго стиха. Здесь Аввакум говорит следующее. Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит привратный. Вот она ситуация, в которой был этот человек. Он пророчествовал за 650 лет до рождения Христа. Это были тяжелые времена, времена падения экономики, общего состояния, морального спада народа. Во время его жизни была коррупция, было грабительство. В стране процветало преступление на преступление. Воровство вообще было обычным делом. И Аввакум, будучи человеком благочестивым, искал Бога во всей этой ситуации, в которой он оказался. И у него возникли вопросы. Вы знаете, друзья, когда я читаю эти вопросы, я думаю, что подобные вопросы возникают в сознании нашим, когда мы оказываемся в ситуации, с которой мы не согласны. Например, почему, Господи, злые люди процветают, а с хорошими людьми всегда что-то происходит? Почему, если человек работает усердно и честно, его не продвигают на более оплачиваемую должность, а бездарный ленивец легко поднимается по карьерной лестнице? Почему человек нечестивый живет до глубокой старости? Тот, который ворчит, который всем уже надоел, и родственники, и близкие готовы были бы уже давно попрощаться с ним. А он живет и живен. А праведник заболевает и в свои 50 или 50 плюс умирает. Почему христианские родители стараются со всех сил воспитать своих детей, но когда дети подрастают, почему-то они смотрят в мир и уходят в мир. То есть с характером у них проблемы. А вот смотришь на других детей, родители вообще абсолютно не занимались ими, а дети выросли, а потом как-то у них и вроде жизнь устроилась. Или почему, Господи, я старался быть верным Тебе во всем, верным в финансах. Я очень благодарен Семену и Лизе за этот призыв, за это свидетельство. На моих глазах они принимали это решение пойти в бизнес, чтобы какую-то часть отдавать Господу. И этот день пришел. Не сразу, не сразу прибыль, но Бог видел сердца их. Спасибо. Это так здорово. Это пример семейности, любви к Богу, любви к церкви. Давайте еще раз вернемся к вопросу. Или почему, Господи, я старался быть верным Тебе во всем, особенно в финансах я был верным. Я давал Тебе десятину. А другой, я точно знаю, он жил для себя. Смотрю на него, а он процветает. А я борюсь. Мне очень трудно. Я свожу, едва ли свожу концы с концами. Или почему, Господи, вот, например, я знаю, что тот брат или та сестра, когда молятся, ты отвечаешь на их молитву немедленно. А я молюсь и молюсь, а ответа так и нет. Почему я периодически сваливаюсь в уныние или в депрессию? Почему у меня такие проблемы в браке? Почему у меня не получается то, что я задумал, о чем я мечтаю? Почему я в тупиках бываю периодически? Выглядит так, что ты мог бы все это разрешить, но почему-то ты не разрешаешь это. Почему-то ты не делаешь. Друзья, вот такие вопросы были в сердце у Аввакума. У него были свои вопросы. Эти вопросы возникают в нашем сердце. И я хочу сказать, что иногда мы можем подумать, что проблема в самом человеке. Почему Господь не отвечает. Но если мы посмотрим на жизнь Аввакума, то мы увидим, что он богобоязненный человек. Что он праведный человек. На самом деле он служил Господу, и его вера была очень сильной. И он ревновал, потому что бы Божьи законы исполнялись в народе. Но не получалось так. Не было так, как он думал. Друзья, у Аввакума было три версии происходящего. Возможно, Господи, тебе абсолютно нет никакого дела до наших проблем. И я хочу сказать, что существует целое течение в богословии, которые говорят, что Бог занят настолько большими глобальными проблемами, что Ему нет дела до тебя и до меня. Скажу сразу, я не верю так. Я не верю, что Он безразличный к тебе и ко мне. Я верю тому, что Бог сказал в Библии, что я держу тебя за правую руку, и никто не похитит тебя из моей руки. Аминь. Ты можешь прославить Господа, потому что это так. Я в действительности верю, что это так. Была мысль другая у Аввакума. Боже, я знаю, что Ты всемогущий. Ты мог бы все это разрешить в один момент, сказав только одно слово. Но Ты не делаешь этого. Стало быть, Ты не хочешь. У Тебя нет желания этого делать. И я не понимаю, почему. И третья мысль. Господи, а возможно, Ты сам допускаешь это? Или осмысленно создаешь такие обстоятельства, чтобы было так трудно, и ничего не получалось из того, о чем я прошу или молюсь? И тогда в этом случае, Господи, по крайней мере, с моей перспективы, это выглядит совершенно несправедливо. Друзья, я хочу сказать, что само имя Аввакум переводится следующим образом. Это человек, который обнимает, и это человек, который борется. Обнимающий и борющийся. Поэтому, когда мы читаем первую главу, например, из 12 стиха, то мы можем видеть его борение с Богом. И он говорит, не Ты ли издревле Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания Ты назначил его. То есть он принимает слово от Бога. А перед этим слово было следующее. Когда Бог пришел к Аввакуму, то Бог сказал ему, Аввакум, я хочу сказать тебе, что ситуация будет ухудшаться. Лучше не будет. Я скажу тебе слово, от которого ты очень сильно изумишься. Ты будешь в шоке от того, что я скажу тебе. Когда я читал это слово, что ты изумишься, я понимал, что, видимо, что-то доброе. Бог скажет, ну так мы расположены. Что когда ты начинаешь говорить Господь, то ты скажешь мне доброе. А Бог говорит, вот что я скажу тебе. Я подниму целую армию халдеев, вавилонцев, которые придут, вавилонян, которые придут на этот народ. И будет еще хуже. И вот после этого мы можем видеть человека, который, с одной стороны, принимает слово от Бога, с другой стороны, он борется с ним. Смотрите, 13 стих, он говорит так. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Он борется. У тебя же чистые глаза. Ты же не можешь видеть это бессоконие. Почему ты смотришь? Я не согласен с этим. Я считаю, что это неправильно. И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающийся, у которых нет властелителя, продолжает бороться. Он принимает какая-то часть в нем, принимает Бога, потому что он любит его. Потому что он ищет его лица, он хочет слышать его голос. Но когда он слышит его голос, он приходит в состояние изумления. Он шокирован этим. И он не согласен с будущим определением. И он борется. Я хочу остановиться немного на этом. Потому что думаю, что я описываю состояние некоторых из вас. А может быть и больше, чем некоторых. Но я хочу сказать каждому, кто узнает себя вот в авокуме, который, с одной стороны, принимает Бога, с другой стороны, не согласен, что так складывается судьба, что нет таких быстрых ответов на молитвы, которые мы ожидаем, что сейчас они должны быть. Я хочу сказать каждому из вас, прежде всего, услышьте это, Бог понимает вашу боль. Если он смог поместить вообще всю эту историю, с человеческой душой описать, даже в самом имени показать вот эти два начала внутри нас. Одно смирение, подвластное Богу, другое несогласие и борьбу. И он вложил это, и он в Библии показал это. Конечно, Бог понимает твою и мою боль, когда мы не согласны с тем ходом вещей, которые идут в нашей жизни. Вторую мысль, которую я хочу сказать, намного выше, намного глубже, намного шире, намного больше тебя и меня, и тех обстоятельств, в которых мы попали, в которых мы оказались. И вне сомнения, что он контролирует эту ситуацию. И все, что есть у тебя и у меня, все наши мысли, все наши борения несогласия и смирение, и когда мы сдаемся перед ним, и горько плачем в подушку, он знает эти слезы, он знает, через что мы проходим, и он рядом с нами. Но его мысли, не наши мысли. Я снова и снова себе напоминаю. Каждый раз, когда ко мне доходит новость, на этой неделе я услышал новость о двух людях, которые были в нашей церкви. Они отступили от Господа. Однажды я пошел на выставку строительную, в экспоцентр в нашем городе, и я встретил одного человека, с которым когда-то я молился. И он представлял какую-то компанию, и мы стояли минут 15-20, я спрашивал, как у тебя с Богом? Ходишь ли ты с Господом? Как ты живешь? Вообще как? И он мне все говорил, все хорошо у меня с Богом. Пастор, все хорошо, я молюсь. Я в церковь не хожу, но у меня все хорошо. У меня все хорошо с Богом. Я говорю, у меня какая-то тревога. Мне кажется, что у тебя не все хорошо. И он говорил, ну конечно не так, как тогда было, когда я в церковь ходил. Он, знаешь, жизнь идет вперед. У меня новая женщина сейчас. Новая семья сейчас. У меня все хорошо с Богом. Его нет в живых сейчас. Его похоронили не так давно. Другой человек, который тоже в расцвете сил своих, просто спился. И все. И так и умер, не приходя в себя. В пьяном угаре. Друзья, каждый раз, когда какие-то подобные новости долетают до меня, мне нужно снова и снова говорить, Господи, я не все понимаю. Я не согласен с этим. Я хотел бы, чтобы эти люди служили тебе и до последнего дня жизни. Они были твоими. Но я не вижу этого. Друзья, каждый раз мне нужно напоминать, что наш Бог есть благой Бог. Наш Бог есть добрый Бог. Друзья, в первой главе книги пророка Аввакума мы видим человека, который потерян, который достаточно сильную имеет свою волю, который имеет свой план, как должно было бы быть. Оно идет не так. О, если бы он был Богом, он бы все изменил. Сколько раз ты думал, о, если бы я был Богом, я бы не позволил моим детям, чтобы они жили так. Я бы не позволил бы, чтобы так все происходило. О, если бы в моей власти было, но нету силы у меня, нет власти у меня, нет авторитета у меня, нет здоровья у меня, нет денег у меня. О, если бы моя власть была, если бы я, большое я, и Аввакум имел большое я. Мы добираемся до второй главы, и вся вторая глава, это глава, которая говорит о том, что Бог показывает ему видение и говорит, запиши, что я скажу тебе, Аввакум, запиши, чтобы читающий мог легко прочитать, и жди. Вторая глава. жди. Что ждать? Ты меня ставишь на паузу? Я знаю, что я когда еду, и вижу несколько человек на заправочной станции, и я третий, например, я думаю, я дотяну до следующей заправочной станции, я не хочу ждать, я не люблю ждать. Или когда я куда-то звоню, и мне говорят, минуточку, эта минуточка тянется уже, десятую минуту, двадцатую минуту, у меня все внутри взрывается, почему меня поставили на ожидание? Я не знаю, как вы, но у меня очень большая проблема с тем, чтобы просто ждать, а здесь Бог говорит, жди, просто жди, Аввакум, сколько ждать? Ты не сказал, но Бог сказал интересное слово. Он говорит так, потому что в назначенное время, потому что в назначенное время, когда я, или в определенное время, ибо видение относится еще к определенному времени, времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Третий стих второй главы. Жди его. Знаете, сложное слово, если честно, и вообще, вся глава именно об этом, о том, что Аввакуму нужно было просто ждать и все, что у Бога, оказывается, есть свое время. Я не знаю, понимаете ли вы или нет, но у Бога правда свое время. Ты хочешь, чтобы завтра это произошло, или сегодня еще лучше? А Бог говорит, жди. Ты молишься, чтобы Бог устроил твою судьбу, чтобы пришел человек от Господа? А Бог говорит, жди. Ты молишься, чтобы твои дети покаялись и служили вместе с тобой Богу? А Бог говорит, продолжай молиться и верь. Жди. Некоторые из вас всего в одном шаге от получения обещанного. Помните, апостол Павел говорит в послании к евреям, что если мы не ослабеем в вере, то мы получим ожидаемое. То есть, можно ослабеть и не получить. И, к сожалению, такие случаи бывают. Но если ты не ослабеешь в вере, если ты будешь продолжать стоять в вере, молиться и ждать, не пассивно, просто жду, но активно бороться, бороться со своеволием, с диктовкой своих планов и целей, перестать сопротивляться Божьим планам, но как-то внутри сдаться в руки Божьи, не перед обстоятельствами, но в Божьи руки. Когда ты сдаешься, тогда приходит Божий ответ на твои вопросы. Друзья, я хочу сказать, что когда мы добираемся до третьей главы, то мы просто удивляемся. Потому что в третьей главе все как-то совсем не так, как в предыдущей главе. В третьей главе мы читаем молитва Аввакума, пророка для пения. Я прогуглил это слово для пения и обнаружил, что это греческое слово шигенос. И я поискал в комментариях, что значит это слово. Что значит шигенос? Оказывается, это слово использовалось только однажды в Библии. И оно означало следующее. Это инструкция для руководителя хора, который проводит определенные пения в большом собрании. Представьте себе, здесь стоит регент. У нас чудесное представление было сегодня. Но тот, кто старше над этим регентом, он дает ему инструкцию. И он говорит, я скажу тебе, что петь. И вот что тебе нужно петь, чему ты должен научить, чтобы пел хор. Но пой, не просто пой, а пой шигенос. Что такое шигенос? Шигенос это означает эмоционально возвышенно, радостно и поклоняясь. И я здесь прихожу к такому моменту, что Бог поставил на ожидание человека, и потом, после этого мы видим Аввакума, который уже ничего не требует от Бога, который уже не диктует своей воли, но который приходит в состояние, где он пишет песню. И в этой песне он дает повеление, чтобы пели ее радостно, торжественно, поклоняясь Господу. Я хочу прочитать эти слова. У меня в связи с этим возникает два вопроса. Первый из них, «А что за слова этой песни Аввакум ты предложил петь?» Вот собрание людей большое, вокруг столько неправильных вещей происходит, что за слова? Скажи, о чем ты будешь петь? И вот что он говорит, «Господи, услышал я слух Твой и убоялся, Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Теперь я попробую, друзья, что такое шагенос. Шагенос это означает, что он не читал, а эти слова пели, «Господи, услышал я слух Твой и убоялся, пели возвышенно, пели восторженно, пели радостно, Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». И он продолжал, 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 он описывает, как Бог приходит, он описывает, как он приходит грозно, как в глазах его блеск, как все боятся от него, когда он приходит, как воспылал гнев его, и как негодование его, как ярость его, как все колесницы, и он там описывает Бога, такого страшного, который приходит, он обнажил лук твой, лук, значит, против врагов и так далее, и потом он говорит, увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды, без надологола свой, у меня не получается, наверное, так как они пели, там хор целый стоял, ууу, они пели, громко восклицали, аплодировали, да, и потом он пишет раз им в стихе, «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего», слышите? Он говорит, что весь этот гнев против нечестивых и беззаконных, а для народа ты выступаешь, чтобы спасти его и чтобы сокрушить главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха, друзья, а потом заканчивает, а чем? Вы послушайте, чем он заканчивает? Я услышал, и востребетала внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется подо мною место мое, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его, благо мне приближаться к Господу, да, это уже Асав говорит, а дальше он говорит о том, что заканчивает, ибо я хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, ну и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего, Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как оленьи, и на высоты мои возведет меня, и заканчивает начальнику хора, поэта, Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня, и второй вопрос, откуда, скажи, Аввакум, у тебя среди всех этих развалин и бедствий столько силы и дерзновения, чтобы петь Господу такую песню, причем посреди собрания, и в третьем, четвертом стихе, Он говорит здесь, Он говорит здесь такие слова, здесь тайник его силы, если вы услышите это, вы найдете ключ, знаете, как секрет, как в сказке, о, кто бы нашел секрет, кто бы нашел этот ключ, вы найдете ключ, здесь, вот такие слова, Он пишет, тайник, здесь спрятана его сила, давайте ответим на вопрос, где это здесь, где ее найти, скажите, где эта сила, и ответ следующий, сила в смирении пред Богом, сила в том, что ты отказываешься от своеволия, сила в том, что ты принимаешь его план, даже тогда, когда ты не понимаешь, ты подчиняешься, когда ты не понимаешь, друзья, я анализировал вот эту песнь, я нашел три момента, и я вижу, что это три шага, которые нужно сделать каждому из нас, если так трудно нам принять то, в чем мы оказались, первый из них написано во гневе вспомни о милости, то есть, когда идет гнев Божий, нужно вспоминать, вспоминать о милостях, друзья, я скажу вам, как я переживаю трудные моменты в моей жизни, они тоже бывают, я вспоминаю, я вспоминаю о милостях Божьих, в моей жизни их такое огромное количество, начиная с того, что я родился очень больным, и врачи говорили, что вряд ли он сможет выжить, в течение нескольких месяцев врачи боролись за то, чтобы мой организм как-то ожил, мои легкие открылись позже, но ангел Божий пришел однажды к моей маме еще до того, как она забеременела, и сказал, у тебя родится сын, и он будет служить мне, и моя мама держала это слово, и она постоянно исповедала и говорила, он будет жить, он будет служить Господу, я посвящаю его Богу, когда мне очень трудно, когда я не вижу прорыва никакого, когда моя воля и мое понимание вещей расходятся с тем, как вообще все происходит, и я снова не понимаю, почему так Бог допустил, я вспоминаю о милости, потом я могу рассказывать вам о тех случаях, когда в жизни моей Бог десятки раз хранил меня от смерти, как Бог дал мне чудеснейшим образом Наденьку в моей судьбе, и как жизнь моя благословенна, как в 8 лет мы ждали ребенка, мы усыновили двух мальчиков, и мы уже и не надеялись о том, что Господь даст нам нашего ребенка, и как Бог подарил нам нашу девочку, как мы удочерили девочку еще одну, как сейчас мы 10 деток взяли, я могу продолжать рассказывать и рассказывать, давайте прославим нашего Бога, столько милости, столько милости в моей судьбе, в моей жизни, столько милости, сколько раз на дороге, когда просто секунды оставались до удара, я просыпался, и мне удавалось как-то вырулить от этой аварии и оставаться живым, я думаю, что это был ангел, который просто будил меня в тот момент по вашим молитвам, сколько милости, сколько милости, первый шаг, что я делаю, я вспоминаю о милостях Божьих, и второй момент, который я вижу здесь во втором стихе, он говорит, соверши дело твое среди лет, знаете, как это в подлиннике звучит, Господи, я согласен, делай то, что ты делаешь, даже если ты делаешь это годами, или если на это понадобятся годы, смотрите, как он говорит, но ведь до этого надо было дойти, дорасти, дожить, но агенцы хотят сразу и сейчас, помните наши дети, как маленькие, дай и все, дай конфету, если вы не даете конфету, он плачет, или бьется о пол руками, мама, папа, конфету хочу, все и все, хочу, такой своей воли, дашь конфету успокоился, и все, вот так мы выглядим иногда, дай мне сейчас, дай мне, Бог говорит, сын мой, дочь моя не сейчас и не этот человек, и вообще не так, как ты мыслишь, и не так, как ты хочешь, но когда мы младенцы, мы хотим сразу, Евангелие для меня, Евангелие дай мне, исцели меня, благослови меня, улучши мою жизнь, финансовое положение, дай мне новый уровень, вообще отношений, благослови меня, это первый уровень, это младенчество, оно безобидное, и Бог дает, оно хорошее, и мы радуемся этому, но если проходит 10-20 лет, ты в Боге, ты все еще на этом уровне, то это уже, это уже не радость, это уже беда, потому что Евангелие не только для тебя, но через тебя, вы помните, Боб Сорж был в нашей церкви, недавно я встретился с ним, передавал всем привет, и знаете, что хочу сказать, удивительная история этого человека, если вы знаете его жизнь, он был пастырем в Нью-Йорке, молодым, талантливым, он был лидером проставлением и пастырем, и он пел, он писал песню, он написал книгу, исследуя поклонение, или проставление, чудесно все, и вдруг голос, что-то горло заболело, он пошел к доктору, доктор, там у тебя маленький нарыв, надо его удалить, врачебная ошибка происходит, во время операции, он лишается голоса, и он говорит, моя теология, о Боге вся рухнула в один момент, потому что я думал, что Бог вот просто как, Он же даст, Он же исцелит, Он же поможет, как же, ну как же, Господь, ну в действительности так, ну как так? Он отказался доказывать свою правоту, судить этого врача, переехал в другой город, оставил церковь, пять лет в глубоком унынии, в глубоком унынии, пять лет, потом начал писать книгу о Биове, и начал исследовать, что с Иоанн произошло, он был праведный человек, что с ним произошло, это в Библии, он не слышал таких проповедей никогда, что с ним произошло? Знаете, одни из последних его книг, одна из книг его так звучит, огонь задержанных молитв, вы только вдумайтесь об этом, что? Какой огонь? Чего огонь? Огонь Духа Святого, да, огонь ответов, да, огонь радости, да, огонь благословения, да, огонь чего? задержанных ответов? А зачем ты задерживаешь ответы? Дай мне ответ, ответь мне сейчас, но это духовная зрелость, когда ты понимаешь, что Бог не отвечает тебе так, как ты хочешь. Юноши, вы сильны, вы победили лукавок, говорит Иоанн, потому что Слово, Боже, пребывает в вас, Слово начинает пребывать в тебе, что-то с Аввакумом начало происходить, от первой главы до третьей главы была целая дорога. В третьей главе он торжествует, он поет, он даже не может говорить, он настолько радостный, что он получил ответ, что коррупция каким-то образом прекратилась в стране, что изменилась ситуация, что вавилоняне не приходят, что нету бедствий, да нет, ничего об этом не говорит, вообще ничего не говорит об этом, стало быть, это все происходит вокруг, но в сердце у Аввакума совершенно другое отношение и другая реакция. Оказывается, у Бога была цель изменить Аввакума, чтобы он мог славить Бога среди любых ситуаций, среди любых обстоятельств, не через обстоятельства, а за то, кто он есть, за его характер и за его качество. Итак, первое, вспоминай, второе, смирись и прими. Опять-таки скажу, это не пассивно я такое, ладно, руки опустил, ворчишь, будь твоя воля, все бы сделал по-другому, но это не так, но я же не Бог, что он делает, что он издевается, над нами вообще. Это не смирение, это тихий ропот, это бунт внутри. А Аввакум говорит, делай, Господи, дело твое, даже если на это уйдут годы. И третье, радостно поклоняйся Господу. И вот здесь, друзья, я хочу сказать вам одну историю очень кратенько. Многие люди считают, что радоваться нужно тогда, когда вы получили. Но Библия показывает, что если ты хочешь перейти в новый сезон, начинай радоваться уже сейчас, когда ты еще ничего не получил. вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты не видишь, но ты веришь. Ты здесь, среди руин, среди беды, но ты поешь новую песню, песню радости и победы из всего своего сердца, поклоняясь Господу. Помните историю? Три царя пошло против Израиля. И был такой царь Иосафат, который был потерян и не знал, что делать. Он собрал собрание людей, все люди пришли. И он молился пред Господом. И он просил, Господи, помоги, защити нас, потому что они сотрут нас с лица земли. И пророк один поднялся, и он сказал, доверяйте мне, доверяйте Богу, потому что это война Божия и не ваша. Знаете, что сделал Иосафат? На следующий день впереди своего войска он поставил певцов и музыкантов. Это выглядело по меньшей мере глупо как-то, вообще или странно. Ну куда? А безоружные люди, которые просто идут куда-то на войну, так их сейчас все убьют, их просто все убьют, и все. И они пели новую песню. Прямо среди войны прямо перед битвой, где совершенно неравные силы, где фактически естественно они смотрели смерти в глаза, они пели новую песню и поклонялись Господу. Если ты хочешь перейти в новый сезон, позволь Богу, чтобы Он коснулся тебя глубоко, доверь Ему свое сердце и свою жизнь и начинай петь новую песню. Вы знаете историю, что Бог сделал замешательство там среди врагов, и они друг друга побили и убили, и даже не пришлось ничего воевать. Это все сделал Господь. Друзья, я не знаю, в какой ты главе сейчас, в первой главе, Аввакум просто не понимает Бога. У него сильная своя воля. Во второй главе он слышит, как Бог говорит, подожди, подожди, запиши, непременно сбудется то, что я сказал. И в третьей главе его состояние меняется. Он начинает славить Господа, он начинает поклоняться Богу и благодарить Его. Это называется верою. Я скажу, что Бог придет в твою ситуацию. Он пришел к одному мужчине, который 38 лет болел. Он пришел к нему, Иисус, прямо в ту купальню пришел и исцелил его 38 лет. Он пришел к этой женщине, точнее, женщина коснулась его, пробираясь сквозь толпу, когда уже 12 лет болезни было позади. Когда все состояние она истратила на врачей и ничего не помогло ей. Кровотечение не останавливалось. Она сказала в своем сердце, я только прикоснусь к краю одежды, я буду исцелена. И она только прикоснулась, сила Божия сошла от Иисуса, и она получила исцеление. Он придет в твои обстоятельства, Он придет и сделает то, что Он считает нужным. Это не будет так, как ты думаешь, но это будет так, как Он поставил своих планов. Но сегодня Бог смотрит на твое сердце. Где ты? Если ты в первой главе, у тебя очень сильные свои представления, то ты еще младенец. Может быть, ты во второй главе, когда Слово Божие пришло к тебе, и ты уже юноша, ты уже побеждаешь, ты уже учишься, каким образом ты можешь продолжать жить, когда не происходит все так, как ты мыслишь и доверять Господу. А может быть, ты уже перерастаешь юношеский свой возраст и входишь в зрелость, а в зрелости ты поклоняешься Господу. И если даже не рассветет своковница, если даже ничего не получится из того, что я мечтал или думал, если даже не произойдет так, как мои цели или мои планы были, если даже мой автомобиль будет поломан, если даже кредит, который я выплачиваю, мне очень трудно выплатить, я не знаю как, если у меня не получится с работой и если даже не получится с исцелением моим так, как я хотел, что бы ни произошло, я и тогда буду славить Господа, буду веселиться о Боге спасения моего, буду поклоняться Ему, потому что Господь Бог сила моя, это зрелость духовная, и Бог хочет сегодня церковь перевести в это состояние. Друзья, давайте склоним наши головы, я хочу молиться, потому что здесь Дух Святой, Он говорит каждому из нас, задержанные ответы, это не значит, что Бог сказал тебе нет, дьявол сейчас шепчет некоторым из вас, ну и вот, ты ничего не получишь, это не так, Бог не сказал, что это не произойдет, Бог сказал, произойдет в определенное время, в то время, когда Бог назначил, и Он не сказал, что произойдет так, как ты думаешь, но Он сказал, что Он активно участвует во всем этом, и это произойдет, Божья воля исполнится, она прибыше всего, давайте будем молиться, Отец Небесный, мы приходим к тебе сейчас, я молюсь, Боже, о каждом человеке, я молюсь о тех братьях и сестрах, которые потеряны в своем разуме, которые находятся еще в первой главе книги пророка Аввакума, когда они понимают, почему не происходит так, как они думают и планируют, Господи, я молюсь о том, чтобы ты укрепил их, чтобы ты благословил их, чтобы они, Господи, продолжили следовать за тобой, Боже, чтобы они не опустили своих рук, не поддались унынию, Господи, но продолжили общаться с Тобою, искать Тебя, я знаю, что ты непременно проговоришь, Господи, я молюсь о тех, кому ты уже сказал, кому ты дал уже видение, кому ты сказал и дал обетование, кто во второй главе, Господи, я молюсь о том, Боже, чтобы ты укрепил их веру, чтобы они продолжали, Господь, верить, молиться, ждать и доверять Тебе, Господи, я молюсь о том, чтобы Ты всех нас перевел, Боже, в духовную зрелость, чтобы мы не были младенцами, но чтобы мы были юношами и духовно зрелыми людьми, которые могли бы поклоняться Тебе на всяком месте, во всяком обстоятельстве, в любых ситуациях, Господи, в любых положениях, в которых бы мы не находились, Боже, я молюсь о том, чтобы этот дух радости и поклонения, Господь, опустился на каждого, Боже, дай нам, как седрак, месак и обденака, верить Тебе, даже если они стояли перед лицом смерти, доверять Тебе, и говорить, если не так, мы не поклонимся этому золотому истукану, потому что Бог наш, Бог наш, которому мы верим, Он силен спасти нас, а если и не так, мы все равно не поклонимся, Господи, дай нам эту стойкость, дай нам эту твердость, дай нам эту веру, веру, которая не поверхностная, которая не зависит от отвеченных молитв, но которая зависит от слова, которое идет глубже, Господь, чем поверхностные ответы Божьи, какие-то, может быть, моменты, которые нас удовлетворяют. Господи, дай нам пустить глубокие корни, чтобы мы были укорененными, утвержденными в Тебе, в Твоем характере, в Твоей благодати, в Твоей доброте и милости. И дай нам смирение принять то, Господи, что мы не можем изменить. Господи, дай нам согласиться, как согласился пророк Авакум, который сказал, чтобы Ты совершал дело, даже если на это понадобятся годы. Господи, мы доверяем Тебе, мы знаем, мы будем продолжать стоять в вере, мы будем продолжать молиться о наших детях, о наших родных и близких, о бесцелении, которое мы верим, что оно скоро возрастет. Господи, мы будем также молиться о спасении наших родных и близких. Мы будем молиться в финансовом прорыве, в имя Иисуса. Мы будем молиться, Господи, о том, чтобы Ты дал ответ, Иисус, на ситуации, где разрушены взаимоотношения, чтобы пришло понимание и мир. Боже, чтобы Ты изменил, Боже, те обстоятельства, в которых мы оказались. Мы будем продолжать молиться, Господь, стоять в вере, потому что вера наша, она не зависит от обстоятельств, она зыщется на Слове Твоем. Спасибо Тебе, Отец. Я поклоняюсь и благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Аминь и Аминь. Друзья, давайте встанем. Я хочу, чтобы мы молились. Давайте сделаем следующим образом. По три человека, по четыре человека. Давайте встанем в круг. Скажи только одну нужду. О чем ты молишься? Скажи только одну нужду. Ты можешь сказать искренне, честно, ты в какой главе? Сам себя просто узнай, в какой ты главе. Ты все еще диктуешь Богу? Ты все еще хочешь, чтобы Он сделал так, как ты видишь? Или ты где-то уже во второй главе, когда ты уже говоришь, Господи, я буду ждать. Я буду верить и ждать. Не диктую уже. Или ты в третьей главе, когда ты поклоняешься Богу. Независимо от того, сделал Он или не сделал Он. Исполнил или не исполнил Он. Но ты славишь. Ты славишь Его. Как Иосафат, ты славишь Его. Хотя битва еще впереди. Но ты славишь Его уже сейчас. Ты поешь песню уже сейчас. Это вера. Настоящая вера, которая высвобождает Дух Святой. Который действует в ситуации. Давайте так по двое, по трое, по четверо встанем и давайте признаемся, где мы. И давайте попросим помолиться друг о друге. Помолиться. Аллилуйя. Аллилуйя. Представление, поднимайтесь на сцену. О Господь, спасибо тебе. О Господь, переведи нас из одной главы в другую. Переведи нас с одного сезона жизни в другой. Переведи нас, Отец. Переведи нас, Господь. Переведи нас, Господь. Переведи нас, Господь. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok